Можно ли сделать подобное в лейт-зоне, когда осталось два игрока? А также, можно ли свести модаорца и хищника, и возможно ли убедить хищника в невидимости с помощью инфракрасного прицела? Как дела, народ? Последнее время вы присылаете и просите снова повторить подобные гениальные убийства, которые на деле очень сложны, даже в какой-то мере нереальные. Позже вы обязательно поймёте, о чём я говорю. Кто не забывает обновить их автора и подписаться на канал, то тем огромный респект. Так как хищник всё-таки вылез со своей берлоги и ходит как отшельник по своей небольшой локации, будет неуважительно заставлять его ждать. Всё гениально и просто. Он входит в инвиз, и мы этим тоже можем пользоваться. Осталось только его словить. И многих интересовал такой факт. Как отреагирует прибор невидимости на вход в воду у того же хищника и надевшего игрока? Будет ли в этом какая-то разница? Если же это делать самому, то невидимый сразу сбрасывается. А что говоря про хищника, то он может ходить по воде сколько угодно. Как-то получается несправедливо. А проверить это в том же море, которое находится рядом, почти что нереально. По причине того, что хищник со своей локацией вообще не выбегает. Только подходишь к краю его ограничений, и он сразу даёт заднюю. Многие просили попробовать свести мандалорца и хищника. Как я уже сказал, хищник за пределы локации вообще не ногой. Надежды остались только на мандалорца, который ходит теперь не только возле корабля, а чуть ли не по всей пустыне. Ограничения, на первый взгляд, состоят только из выпавшей зоны и время. Работы много, так что к делу. Как оказалось, мандалорец тоже ограничен определенным радиусом, за который он никак не может вступить. А если ему помочь, то он сразу убегает. С удочками провернуть этот мув шанс очень маленький, так как он будет постоянно идти назад, плюс стреляет довольно очень метко. Он даже пойдёт один против трёх охранников и выйдет оттуда победителем. Ствол придётся в любом случае конфисковать, так как пушка нужна будет в следующем эксперименте. Многие интересовались, сможет ли амбанская снопара смотреть игрока в прибуде от хищника, который раскрывает ваш облик. А для того, чтобы эксперимент был полным, я выловлю ещё тепловизорную рыбу, и тогда будет видна полная картина. Рыба не справилась. Осталась надежда на снопу, которая как раз и создана для чего-то похожего. Оказывается, перчатка не настолько и плохая. Если ещё и не сильно всматриваться, то пройти можно куда угодно. Раз уж получилось обмануть технику, то надо проверить и на ботах. Тем более, вы очень активно форсили подобный вопрос, и не последовать ему это было бы преступление. Да и мне самому интересно увидеть, какая реакция будет у охранников, мандалорца и даже погрома. В некоторых моментах создавалось такое ощущение, что на ботах это работает. Но с каждой последующей проверкой это ощущение всё уходило. Охранники порой могли только с упора разглядеть. Ну, у них это в крови. Они с упора-то и попасть не могут. Мандалорец вёл себя непонятно. То он вроде видит, то нет, но в итоге всё равно убил. А погром видел каждый раз и без сомнений. Следующий эксперимент будет связан тоже с перчаткой, но дополнительно будет задействована моя любимая Мистик. Если за неё переплатиться в убитого бота, то экипировка будет действовать всего лишь 60 секунд. И я увидел такое предложение, где спросили, а сбросится ли инвиз, если у Мистик в это время сбросится экипировка. Давайте глянем. Экипировка не сбрасывается, так что обладатели Мистик могут не бояться. В прошлых роликах я проверял, что произойдёт с акулой, если заполнить её инвентарь на максимум. Это происходило для неё в естественных условиях, прям в том месте, где она и появилась. В итоге акула пропала. А в прошлом ролике я загонял акулу в грот, и много кто спрашивал, уйдёт ли акула на дно именно там. Тут мне, честно сказать, и самому интересно. Давайте глянем. Субтитры подогнал «Симон» Когда я скармливал акуле всё, что лежало на пути, она довольно быстро погрузилась на дно. Но тут же прошло больше двух часов, и ничего не произошло. Даже выгуливание в море не помогло. Прошлось конфисковать всё награбленное имущество. Так как песков очень долго не было, и недавно был режим с взрывчаткой, многие спрашивали в комментариях, что произойдёт если погружаться в песок с зажжённым динамитом в руках, или тем же газовым баллоном. С газовым баллоном уходит в привычном режиме, но вот только с собой баллон так не утащишь. Ну а как пойдёт сейчас зажжённый динамит? Тут всё ещё проще. Меня просто выталкивает из песка. Настало то, ради чего многие зашли на ролик. Я уже пробовал проводить не один раз ничейные исходы матча, но в последних сезонах вы присылаете просто кучу моментов, где убивают друг друга из оружия. Раньше если это и было, то это было редко. Сейчас же такое ощущение, что каждое второе убийство это убийство друг друга. Как говорится, если есть спрос, то и будет товар. Для начала, чтобы не испытывать свои нервы на пределе, мы попробуем убить друг друга из дробаяков, но пойдём мы в паре, чтобы выработать определённую тактику и набить руку на выстрелы по отчёту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Стреляли мы две игры и уже на второй игре я смирился с тем, что лично у нас убить друг друга из дробейков не выйдет по одной причине. Как бы так сказать? Вот мы стреляем, патроны не тратятся, но визуально выстрел есть и даже требует перезарядку. Просто магия. Поэтому мы сменили оружие и начали сначала с больших расстояний. Продолжение следует... На таких дистанциях получалось вообще без проблем и с каждым разом всё сходились ближе и ближе. Даже дошли до метража в ноль. И соответственно, можно попробовать разыграть ситуацию в кастомке, где находятся всего лишь два игрока. Выстрел будет с большой дистанции, чтобы вы видели, как летят пули. Когда пуля убивает одного из игроков второму, до которого пуля ещё не долетела, сразу же приславится, скажем так, статус неприкосновенного игрока. На крайний случай мы ещё упали одновременно с высоты и даже взорвались в машине. Результат всегда один. Выстрелить теорию одновременно возможно, но из-за разницы пинга всегда будет один победитель. На этом у меня всё. Обязательно смотрите другие ролики, они тоже очень интересны, и предлагайте свои дейки. А с вами, как обычно, был я, Макс. Всем пока.